Казироги, давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И первая карта для вас это карта Король Мечей. Уже в начале месяца вам потребуется более хладнокровность, более четко поставить какие-то ваши точки, точки над ге. Понимать плюсы и минусы, понимать каких отношений вы находитесь, стоит эти отношения продолжать или какие-то общения, дружба с какими-то людьми. Но то, что в начале вам нужно будет поставить точки, это однозначно. Здесь вам нужно очистить себя от каких-то ненужных вещей, людей в вашей жизни. Давайте посмотрим следующую карту. Это карта Отшельника. Карта Отшельника даже показывает то, что даже то, что вы примете какое-то решение, но вы не знаете, если это правильно, да, и всё-таки будете изнутри себя, может быть, винить, да, может быть, себя понимать, что правильно вообще я сделала то, что я перестала, да, может, я был более, знаете, такой холодный человек, что я неправильно, да, не нужно было, не стоило, да, поступать так, не стоило это сделать. Но вы как будете искать, да, вы будете себя всё-таки новое, да, искать, что вам нужно. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта Король Кубков. Не входите в то состояние эмоционально, да, из-за этого и вас и показывает, вы, может быть, имеете отношения, да, те, которые отношения, но вы здесь иногда можете, да, любить, а иногда вы можете, да, думать, а есть вообще у меня чувства к человекам или нету, да, и всё-таки вы ищете, да, вы как будто не привязаны, да, не привязаны к тем отношениям, к тем ситуациям, которые на данный момент у вас есть, да. Здесь как будто всё-таки у вас двойница состояния, да, когда любите, когда не любите, когда, может, хотите уходить от работы, а ещё думаете, что нет, стоит ещё эту работу сохранить, да. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это карта мира. Сохраните свой мир, не разрушайте свой мир, да. Если вы понимаете, да, что что-то вас не устраивает на той работе, которая сейчас у вас есть, нужно закончить, да, не нужно копать в себя, не нужно себе жалеть, что у вас что-то не получится, а просто поставить, потому что здесь новые возможности, новые удачи, да. По карте мира может быть это окончание, то, что в середине вы должны уходить от работы, да. Более, знаете, вам нужно, знаете, вот именно вначале не находиться в той состоянии, когда вы не можете принять решение, да, когда у вас двойство, да, то туда, то сюда, то я сделаю, то я не сделаю, да. Может, для некоторых здесь может быть какая-то ещё путешествие, да, вот в середине месяца может человек всё-таки решиться, да, поехать вот куда-то отдохнуть, какой-то путешествий, может быть где-то куда-то лететь, да, может быть. Давайте посмотрим следующую карту на середине. Верховная жрица. Верховная жрица, если сказать для вас, женщины, показывает вашу мудрость, вашу, знаешь, ваша интуиция, ваши возможности, да, для некоторых может быть какие-то новые испытания в жизни, да, может быть какие-то, если для мужчины сказать, то здесь может быть ваши тайные отношения, здесь, да, здесь в отношении, где нету чувства, и в отношении, где есть у вас чувства, да, где вы любите, но эти отношения для вас тайны, да, для вас есть как бы тайная женщина, и может эта тайная женщина для вас не рядом, да, может быть для некоторых вот и копает, да, и думает, как сделать, может какую-то поездку, да, куда-то где-то отдохнуть. Давайте посмотрим следующая карта, карта смерти, карта смерти показывает завершение старого периода и начинание что-то новое, у вас как будто может быть кто-то решится, те которые имеют тайные отношения все-таки на расстоянии, закончить эти отношения, поставить точку, и поэтому более будет относиться хладнокровно, более так. Для тех, которые не в отношении, я не вижу здесь пока что бы появления, потому что здесь как будто пока вы проходите трансформацию, благодаря вашей мудрости, благодаря вашей, то что у вас интуиция хорошо работает, здесь как будто у вас завершение какого-то периода, завершение чего-то старого и начинание новой вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец, карта прояснения, карта энергии, карта радость, карта семи, здесь как будто налажение, как я говорю, для тех, которые не имеют отношения, здесь заканчивается какой-то период, какая-то трансформация и начинание что-то новое, что-то для вас как счастье, радость. То есть те, которые все-таки в отношении, здесь как будто будут поставлены точки над ей в этих отношениях. И все-таки, знаете, еще хочу сказать, может быть все-таки те, которые имеют отношения тайные, человек решится завершить тайные отношения и сохранить это все-таки семью. Давайте посмотрим следующая карта, для вас это карта выбора, тройка жезлов показывает, что вы будете в конец стоять перед выбором. Для вас это выбор, я как говорю многие, что я хочу сказать, очень много для тех, которые имеют тайные отношения, да, все-таки придется вам сделать. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшей силой советует для вас, что высшей силой советует для вас. Шестерка Пентакли, да, шестерка Пентакли, знаете, очень много испытаний в вашей жизни будет, и знаете, высшие силы будут испытать, посмотреть на вашу благородность. Как вы будете относиться по отношению к людям, которые рядом, как вы будете поступать, так высшие силы по отношению к вам будут, да, так они будут благородны к вам, да, так они будут вам руку помощь дать на протяжении всего месяца. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада вращаемся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!